Ну и очередной мой эксперимент. Так, вот в таких корытах, бедрах, вот ведро тут такое небольшое, у меня растет картошка, вот ее ботва, 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 ботва. Она сколько? Ну метра полтора, наверное, вымахала. Уже тоже заболевает фитофторой. И посадила я эту картошку где-то в конце июня в канаву. Вот у нас здесь канава. Вот, чтобы она здесь у меня не пустовала, да и не было места особого на участке. Были вот эти корыты, дно я у этих корыты, мне муж вырезал, и я садилась сюда в плодородную землю. Что здесь, я не представляю. Вот сейчас я попробую, уже потому что фитофтора, думаю, очень много в этом году фитофторной картошки, муж перебирал, очень много картошки. Так, вот тоже ботва такая, немаленькая. Сейчас попробую вот из этого ведра выкопать. Но мне его, конечно же, не поднять, придется спуститься туда вниз и покопаться опять руками. Если там она заболевает, значит я выкапываю и все. Если картошка еще более-менее нормальная, то я пока еще оставлю, потому что она еще некоторая собирается цвести. Какая я цвела, а какая еще вот собирается цвести. Так, думаю, может быть еще, видите, еще даже и цветет. Потому что посажена была поздно. Ну что, и сделаю вывод, стоит ли садить картошку вот в такие емкости. Потому что выкапывала, когда основную с грядки, у меня там тоже одна емкость вот такая была, вкопана вот такой вот тазик. Там я сколько, 58 штук или сколько-то очень много, но она мелочь и она не цвела. Эта у меня хоть цвела, а там картошка так и не цвела. И очень-очень мелковатая. Посмотрим, давайте. Так, все-таки я смогла ее поставить сюда наверх, а сама стою в канаве. Так, ну чего, попробуем. Куда бы мне землю-то хорошую. Вон, видите, что там делается. А что там делается? Вот что делается. Какой-то сорт тут необычный. Мелкая? А нет, вот и крупная тут, пожалуйста, есть. Вот три штуки. Какой-то сорт тут интересный. Раскололся. Пять. Так, видно, да? Шесть. Такая мелковатая. Шесть. А она еще не отделяется. Она еще прицеплена. Вон, хорошо сидит. Шесть. Семь. Два сорта посадила. Восемь. Две, значит, картофель. Ага, вот все. Пошла фитофтора. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Пошла фитофтора. Такая у меня тут грядка была. В основном сено. Ой, ни о чем, конечно. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ей бы еще порасти. Восемнадцать. Девятнадцать. Ведро не получилось. Двадцать. Ну, земля не сырая, я бы сказала. Двадцать, двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать три, что ли? Вот еще. Двадцать четыре. Ой, у меня там сейчас все вылетит. Вот, у меня, видите, тут... Вон, видите, нету. Двадцать четыре. И тут мелкая. Ладно. Не буду ее. Твой, Вов, надо тебе червей. Видите, какие черви. Просто. Жирные. На, бери. Вот муж у меня рыбак. Ему как раз таких червей и надо. Червей больше получилось, чем картошки. И жирные такие, хорошие черви. Ой, он с удовольствием их берет. Так вот. А картошки вот, не знаю, копать, не копать. Оставить еще. В тех-то, в тех-то колбах. Было две картофелины посажено. Одного и второго сорта. Видите, я садила одного и второго сорта. Вот этот ни о чем. Вот он красный. Сот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть картофелин всего. Ну, белый. Белый. Вот такие три штучки. Остальные мелкие. Ну, два месяца она росла. И еще бы расти, потому что, в принципе, таботва еще хорошая. Ей бы еще бы две недельки посидеть бы. Можно. Тут хорошая земля у меня. Так что ж ты... В общем, вот так вот. Пока не буду, наверное, я копать там. Ну, то есть, вот тут вот я подожду пока. Подожду. Пускай, может, нальется она. Недельки две я, наверное, погожу. Может быть, я ее прикрою. Чем, Вов, можно прикрыть? Какие-то есть у нас? Целлофаном-то неохота. Может, просто прикрыть. Как-то поставить что-нибудь. Доски, не доски. Что-нибудь поставить. Чтобы дождь не лил туда. Вот чего. Видите, я ее мульчи... Ой, она сырая тут у меня. Мульчировала. Ну, ботва... Вот она, она уже заболела, ботва, конечно. Ну, где-то и хорошая ботва еще есть. Оставлю. Она не отделяется. Ладно, покажу потом еще и, что получится вот в этих ботиях. Ну, а так вот на два дня нам с ним покушать. Один куст на два дня. В общем, как-то не очень. Ну, земля тут такая хорошая, переработанная. Сейчас я ее куда-нибудь высыплю на рассаду. Хотя, не знаю, фитофторная картошка. Ну, такой как бы фитофтор это бы и нет. Вот, парша есть. Парша есть. Вот она, она. Садила в основном в сено. Мульчировала сено. Вот, червячки все переработали. Здесь сплошной гумус зато получился. В принципе-то можно посадить. Но вот, все-таки фитофтору получишь все равно. Хоть и поздно посадишь, хоть и рано посадишь, все равно фитофтора. Я, конечно, ожидала большего. С такой, во-первых, ботвой хорошащей. Ну, дала мало порасти. Опять же, мало. Два месяца мало для картошки. Надо, ну, два с половиной. Ну, три. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...